Кто у вас здесь? Сестра, старшая сестра. Старшая сестра, студентка МГУ. Биологического факультета. Сколько ей лет было тогда? Ей было 20 лет. Сейчас я скажу. Девятый, это 34-й. 23 года ей было. Она и училась, и работала в ботаническом саду московском. Но на свое несчастье изучала еще английский язык. Сама просто. И мне, помню, говорил, во, Вась, я уже Вальтер Скотта читаю по-английски. Вот. Между прочим, она, так сказать, противоположность мне была очень красивой девушке. Очень красивая девушка. Когда вы узнали, что она здесь именно лежит? Только в позапрошлом году. До этого никаких известий не было. Запрашивали тысячу раз в разные инстанции. Ничего не могли бы, в разумительную ответы не получили. И вот только в позапрошлом году, когда мемориал сумел найти это захоронение, мы только стали знать, что она здесь. Она писала нам сначала, потом перестали письма идти. И сделали запрос один, второй, третий. Сказали, я не помню в какой формулировке, но во всяком случае мы поняли, что ее в живых нету. Вот. Мы знали, что у нее родился ребенок. Дело в том, что я уже был, нет, я еще в армии не был. Мы узнали, что у нее ребенок. И мой отец его долго разыскивал. Он приезжал сюда, куда-то здесь ездил. Ну, нашли его. Нашли. И взяли, и он воспитывался у бабушки с дедом, у бабушки. А нашли где здесь? Вот, вы знаете, точно не знаю, в трахоматозной больнице. Как будто бы в Медвежьегорске. Вот. Он маленький был, у него с глазами что-то. Ну, просто он все навалил. Она родила в лагере уже? На Нзере. Вот вместе, по-моему, они родились в один день с Николаем Николаевичем, Ковычем. Вот. Они как, они считают себя молочными братьями. Вот. Для чего нужна эта память, Иван? А? Для чего нужна вообще память? Вот почему надо сюда приезжать? Слушайте, вы знаете, это как будто моя частица моя. Она мне настолько близка была. И вообще у нас в домашней обстановке, это была часть живого организма. Ну, а потом на будущее надо передавать, чтобы такой тоталитаризм, чтобы в любом виде не было. КОНЕЦ